Всем привет! Предлагаем вам посмотреть подборку фотографий удивительных рукотворных творений мастеров из прошлого, которые были созданы в разные периоды нашей истории. Эти вещи можно смело назвать настоящими артефактами и сокровищами, ибо их уникальность, мощь и красота действительно впечатляют. Кольцо эпохи викингов с надписью «Для Аллаха», найденное в могиле женщины, похороненной 1200 лет назад в 25 километрах от Стокгольма. Кольцо представляет собой уникальное материальное свидетельство прямого контакта викингов с Абасидским халифатом, древним государством, куда входили страны Средней Азии и Северной Африки. Бюст мужчины с жесткими вьющимися волосами. Египет, второй век до нашей эры. Османская трехмачтовая палатка 17 века из шелка и позолоченной кожи. Траурная одежда графа Магнуса Браги с похорон шведского кронпринца Карла XIV Юхана в 1844 году. Топор с сердечками, Япония, период Мурамати XIV века. Позолоченная серебряная брошь викторианской эпохи, изготовленная в Филадельфии. Датируется примерно 1880 годом. Керамическая фигурка Майя со съемным шлемом, созданная 1500 лет назад в Гватемале. Скворечники османской эпохи, напоминающие миниатюрные дворцы и мечети. Платы Фердинанда I, императора Священной Римской империи, 1549 год. Одна из трубок Сталина, изображающая его и Рузвельта, играющих в шахматы. Трубка была подарена ему шахматной командой, приехавшей из США в 1945 году. Один из зеленых людей, 1200-е годы, Бомберский собор, Германия. Изображение лица человека, выглядывающего из плотной листвы, чьи черты можно разглядеть лишь сблизи, часто используемый мотив в искусстве Средневековья. Резное кольцо из изумруда и золота XVI век. В 2019 году продано на аукционе за 663 тысячи долларов. Вырезанные из слоновой кости череп и змея с глазами из драгоценного камня Сердолика. Япония, период Эда, 1860 год. Рукавицы львиных доспехов Генриха II, короля Франции, 1550 год. Палитра живописца из Древнего Египта, эпоха Аминхотепа III, ей 3400 лет. Гигантский двуручный меч баварского курфюрста Максимилиана II, сделанный из рыбы пилы, 1689 год. Мраморный бюст римского императора Каракалы. Датируется 212 годом нашей эры. Бронированные рукавицы, принадлежавшие императору Священной Римской империи Максимилиану I. В 1512 году император Максимилиан I заказал эти доспехи из серебра и золота для своего 12-летнего внука. Но на создание доспехов ушли годы, и подарок стал маловат. Этой деревянной скульптуре 4500 лет. Фигура жреца Каопера изготовлена древнеегипетскими мастерами около 2500 года до нашей эры глаза из меди и горного хрусталя. Контейнер в виде плывущей женщины. Крышечка с головой антилопы открывалась, внутри была емкость для косметики. Египет 1390-1352 годов до нашей эры. Серебряный сосуд с головой пантеры I век до нашей эры. Золотой браслет с узлом Геракла. Считалось, что такой узел лечит раны и оберегает от зла. Древняя Греция III-II веков до нашей эры. Золотые серьги. Древняя Греция III век до нашей эры. Фибулы. VI век и III-II веков до нашей эры эти металлические застежки-броши для одежды существовали 5000 лет, пока не изобрели пуговицы. Когда кошка уходила из жизни, древние египтяне в знак траура сбривали себе брови. Они верили, что если поместить в такую статуэтку мумию питомца, он последует за ними в загробный мир. Бронза III век до нашей эры. Кувшин из голубого стекла. Древний Рим I век до нашей эры. Способ его изготовления до сих пор не до конца изучен. Золотой браслет. Византия IV век. Золотые украшения для ушей. Культура моче Перу IV-VII веков. Кувшин с ручкой в форме кошки, разглядывающий птиц, на горле кувшина, VII век. Акваманил или водолей, сосуд для омовения рук. Изображает Самсона, разрывающего пасть льву, XIV век. Пушка в виде тигра. Индия, XVIII век. Ложа короля Франции Людовика XIV-XVI-XVII веков. Кубок Наутилус, изготовленный из раковины. Нидерланды, XVI век. Веер из слоновой кости. Китай, XVIII век. Зубная щетка Наполеона, XVIII век. Мраморная скульптура девушки под вуалью. Рафаэль Монти, Италия, XIX век. Делитесь мнением в комментариях. Подписывайтесь на канал и ставьте лукас вверх. До новых встреч, мои хорошие! Субтитры подогнал «Симон»!